парень такой был ездил на тоже каблучке на белом только на peugeot смотрите на чем он теперь есть рейндж ровер я так подозреваю что каблучка он продал что-то он говорит что у нее там не заладилось с работой от слова совсем вот каблучка он продал ну вот как то так я решил пройтись вот здесь по полю не знаю что-то мне захотелось прогуляться надо будет потом у него спросить но это рейндж ровер не из самых крутых но все равно он стоит денег я думаю человек работает он еще видите какой эти их 2 вот этот более старый этот он такой вот рейндж ровер стоит где-то наверное ну миллион четыреста пятьсот может быть вот так вот по моему у насти туман такой был ну не знаю что движет людьми покупает такую машину на на насколько я знаю нашему случая не ненадежные очень много бензина едят или соляры зависимости от того какой там двигатель плюс запчасти недешевые ну это личное дело каждого то что хочет тот той покупать на том и ездит вот а мне сегодня написали насчет запорожца что мол типа торг есть нет на запорожце торга не будет от слова совсем ну может быть а вон там смотрите площадку какую-то делают я не могу понять что там то ли там меняют бордюры то ли что поребрики верни нас питер это поребрика в москве бордюр вот мы не знаем он парень на доставке уже что-то сколько уже стоит 3 дней вот поэтому если будет торг то только очень очень минимальная вообще я не хочу даже и торговаться вот как есть так есть вот мне нужно будет потом замен что-то другое покупать а это стоит денег потому что я не знаю жигули что-то я не очень хочу потому что они у меня уже были не очень это интересно что то мне теперь уже вроде как и 401 москвич понравился у нас он продают за 300 тысяч я думаю что к тому моменту уже конечно ничего не будет ладно мы не будем загадывать как дело идет так идет сейчас я иду в гараж как раз таки вот дела поделать плюс я хочу постараться найти колпаки у эти болты от колпаков в общем там по делу дела на шкоде приеду потом домой завтра едем к папе на кладбище что-то сегодня я думаю погодка то будет потеплее они хрена мне кажется даже вчера было теплее короче говоря идем идем мы с пятачком гараж вернее без . он какие-то тут я яма ой господи ты оба что-то там ударился вот как эти за делом скоро время пробежит все идем гараж не больше какое-то несуразное это знаете как вот в порту стоят вот эти вот контейнеры ну что это такое ни к селу ни к городу я понимаю что это паркинг но блин он должен хотя бы вписываться вот в постройки а здесь такое впечатление что ну занимаются то разные подрядчики вот здесь строит лср тут пик там еще какая-то я не лепят что попало а то что это никак не вписывается это вообще а с другой стороны уже быстрее бы это все доделали и все потому что надоело вот это вот возят вот этими фурами вот этими всякими это дорога шпортится цемент вот эти все эти все орут раньше строили эти ары орали там у нас соседка помню в доме напротив когда вот эти четыре дома строили три еще вот текст начала когда строили они по ночам шумели от нельзя же они ночью умудрялись даже свои забивать ну и в общем она позвонила там полицию или куда-то она пожаловалась что вот так и так что вы думаете через какое-то время это она говорил я не замуж на я думаю вряд ли человек придумает хотя в принципе с ее воображением я думаю может быть она это и придумала мы не знаю в общем она рассказывала что якобы ей звонили с вот этой вот организации со строя со стройки и мол типа чуть ли там ее не пугали что мол типа ты договоришься ну потом конечно я с ней имел дело оказалось что она немножко того но фиг его знает врет не врет там пройти нам негде будет пойдемте здесь может врет может может и правда я не знаю ну такой случай все равно будет история вот это конечно очень несуразная тема они стали больше и у них появились смотрите номера 00 38 43 05 00 30 70 15 прикиньте у них появились номера как на этих на мопедах хрена ся это прикольно и они стали шире намного надо будет как-нибудь все таки взять закатнуться посмотреть чуть такое правда я боюсь что я навернусь где-нибудь вот а может и получится не знаю там говорят как-то надо одной ногой оттолкнуться двумя встать держать равновесие но я думаю что я попробую принципе я думаю не составит никакого труда потому что вот видите вот это старый он уже намного и сзади нет номеров а там есть что прикольно мне понравилось надо будет попробовать снова ребята я иду мимо этой шавермы которые у нас открыли и вот получается который раз мимо неё прохожу и там никогда никого нет народу обычно мимо всех шаверменных которых я прохожу везде есть люди кто-то ест кто-то что-то здесь вообще никого нет вот почему не вкусно или что или уже были случаи тухолитизационных ноток я не знаю давайте посмотрим у нас с почты сделали мне кажется ни хрена я чуть не сделал не но там что-то что-то внутри они это они полностью все стенки снесли ё-моё может действительно они на на может действительно общее сделают как я и хотел но потому что реально надо блин вот не могу смотрю на эти места вот здесь вот как мы с папой идут с вербанк все время ходили все равно все напоминает он с праздником победы с праздником победы ребята с праздником победы да очень не непонятно почему там в этой шаверме никогда друга нет и вот когда ты видишь что в шаверме никого народу нету и даже как-то пробовать не хочется потому что мало ли что ладно посмотрим все у друга забывай спросить был он здесь в этой шаверме или нет слушайте ребят я очень сильно удивлен я прямо удивлен он там парень поехал на мотоцикле стараете он проехал мимо вот он будет час из гаража выезжать на катается вот он здесь стараете проехал мимо вернулся может вам чем-нибудь помочь я говорю спасибо большое для меня это было такое удивление никогда на себе вот это да у сушки гараж сделали ворота сделали ворота слушать я смотрю люди покупают гаражи прям ремонт а чем я машина так боком стоять это из-за того что а потому что там наверное надо сейчас будет выгонять ладно что то воротину не открыть сейчас воротины сначала заниматься и у меня потек шланг увидите уже весь такой треснутый я нашел старых загажниках папинах шланги вот это шланг херовый а вот это шланг очень хорош если он по диаметру сейчас подойдет то мы его поменяем я вроде как по размеру я вырезал его он прямо очень сюда подходит сейчас мы его поменяем ты барахлу я помню как папа ставил эти хомуты хомуты китайские в общем я возьму с собой как образец и на следующий раз пару хомутов вот таких я куплю нормальных хороших которые закручиваются посмотрел я бензонасос там все вроде качает пока я сделал это вот так но она в принципе держится но все равно это пока мне здесь завестись пока туда-сюда а потом конечно же на следующий раз мне еще есть день будет выходные я куплю таких хомуты и поставлю ну все сейчас накидываем клеммы правы но и очень нравится это шланг мне кажется он толстоватый надо его это потоньше какой-нибудь сейчас попробуешь это бензонасос качал качал перестал так ну что пробуем как говорится вроде все сухо здесь плесень надо все это вытирать ну чего пробуем там зашмела ну пробуем опа первого раза прикиньте с первого раза красавчик и заглох ну ладно это не страшно вам что он завелся бензин надо будет залить что там такое прям хреначит надо сейчас залезать и смотреть бляхом не стрёмно но прям так это самое я не знаю как бы по дороге что-то не отвалилась не надо смотреть чуть такое потому что блин пес его знает я поеду это где-нибудь отвалится как бы вообще в этом году не пришлось бы блин сейчас я постелю картонку залезу посмотрю что там не очень интересно пообщались мы с этим парнишкой очень приятный молодой человек вообще видно что воспитанный я вообще я удивляюсь наше время конечно руки все грязные надо было с собой воды где-то ладно это потом куда-то я делал пакете самые болты от колпаков я найти не могу ну как это так колеса надо будет накачать в общем списали сейчас другом он говорит будет время я выберу подъедем загоним на эстакаду посмотрим что там снизу что-то может надо подтянуть смазать я не знаю я в этом ничего не понимаю мне надо чтоб мне показали хоть раз потому что копейку то я знаю вдоль и поперек а вот это колеса надо будет помыть снизу там помыть но это ладно у нас пока еще воды не дали и будет ли она неизвестно вот потому что на самомойку если я поеду я с краску собью нахрен сюз машины тут слезет все вот поэтому в принципе чё сейчас я тогда уже делать ничего не буду сейчас буду заниматься шкодой выгоню шкоду вот а запорожец естественно ну будем снизу смотреть там что как и уже потом тогда будет видно так ну что сейчас будем пробовать заводить шкоду но я прошлый раз уже заводил в принципе проблем не было никаких сейчас заведем будем выгонять возникнуть их не должен возникнуть их не должен ну вот а да 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 так ну что птички поют народу никого предпраздничный день вот я немного проспал да и мама тоже в общем мы сейчас отправляемся к папе на кладбище с прошлого года мы там не были и знаете ребят вот не могу как вот только собираемся к папе на кладбище у меня внутри какая-то вот у меня мандраж какой-то происходит я не могу я начинаю нервничать потому что видимо я до сих пор не могу еще до сих пор не могу принять что я еду к папе на кладбище я не могу ну я знаю что мы обычно все время на кладбище там ездим к бабушкам к дедушкам там к дядям и так далее но к папе на кладбище какая-то собака но к папе на кладбище это конечно это прямо так скажем не очень собака вроде собачка идет никому плохого ничего не делает но пес узнает как говорится что там он видите рейндж роверик вот поэтому конечно состояние такое но в то же время я очень скучаю и давно уже не были о смотрите какие эти красненькие такие штучки здесь видите распускаются блин что-то меня опять на истерику пробивает не буду вам голову забивать просто знайте что это очень тяжело я завидую тем людям которые могут сразу войти в жизнь как-то там что-то там забыть как вот многие там у некоторых блогеров я видел там то ли пиратская жизнь то ли кто-то там умер мама или кто-то умер и она пошла там ой а у меня день рождения там тыры-пыры я такой думаю как вообще это что у меня там снизу такое посмотрим сейчас снизу залезу что-то там надо еще машину сегодня помыть надо помыть машину сейчас я сумку уберу не хочется ботинки пачкать что там такое ой не ботинки а эти брюки ой там что-то отвалилось сейчас посмотрю что это идет ничего страшного я даже не знаю что это такое что за пластмасска такая надо забыть что тут сильно не открывается вот запах такой внутри гаражный надо конечно чтобы она проветрила сейчас немножко прокатимся я вот не знаю сегодня ее погнать в гараж или завтра утром уже загнать и пройтись посмотрим как будет сегодня по как по силам когда приедем все это посмотрим сейчас будем пробовать заводить но у меня если что с собой взят аккумулятор у меня взят аккумулятор я если что прикурюсь так что не страшно у меня и провода все с собой я уже подготовлен с пол оборота с пол оборота аккумулятор вчера он вообще не заводился причем я клемму снимаю я не держу его с аккумулятором с включенным с пол оборота сейчас поеду там заглушусь хрен заведу ну видимо аккумулятор уже вздыхает надо его менять будем менять помните я заблудился это было по моему года два назад когда я вот по этому парку шел куда-то там вышел не поймя куда ну и вот в общем короче говоря пока проезжая мимо я решил еще раз сюда заехать так вот здесь я вот решил еще раз заехать посмотреть пока еще тут правда уже распустилась что-то может быть действительно машину все-таки мне сказали что она все-таки где-то здесь находится у деда у какого-то ее какой-то дед купил из Мурманска ну она в Мурманске была он какой-то дед купил и вот он говорит его держит в гараже и так иногда выгоняет но мне сказали что в каком-то году был день города Паркалово это Паркалово микрорайон называется и говорят что видели какой-то красный кабриолет но я подозреваю что это он других здесь быть не может и вот каждый раз когда я здесь вот бываю я мимо проезжаю и все время вот думаю о чем черт не шутят чтобы специально сюда больше не ехать на машине здесь вот рядышком сейчас вот проедем но здесь вообще место такое прикольное если через парк идти но главное знать как идти потому что можно заблудиться так вот мы приезжаем вот это пляжевая улица с одной стороны вот ну туда я ходил вот в ту сторону там особо ну тут уже все заросло конечно тут маленький кусочек такой а дом они номер не знают они знают что тут ну это вот а где я тут его буду искать так потихонечку нет уже тут все заросло конечно машина такая конечно приметная если уж она тут где то и есть видите тут лес кругом да но это может быть там и внутри еще он есть участки тоже но это же вы сами понимаете я один раз пытался туда пройти а там собаки везде ну какая-нибудь псина выйдет хрен ее знает что там гаражик открытый а колодец не ну нет ну это надо точный прям вот знать где дом прям тут вон свалка какая-то там грузовик старый нет все равно там сзади в колесе что-то брянькает колодка на задней колодке будет залезать смотреть нет нет ну ладно хотя бы может когда-нибудь и появится я правда не знаю зачем он его держит в гараже для чего как это до лучших времен ну не знаю я что-то ребят не ожидал что еще не будет так много народу я думал перед 9 мая как бы обычно ну кто там а смотрите тут прямо въезд на кладбище прям пробки такие хрена себе да ну потихоньку будем проезжай мужичонок а он даже не смотрит пропускаю я его или нет ему все равно люди ездят ужасно да он там прям народу столько ничего себе ладно едем так мы приехали в магазин 220 вольт большой такой магазин сейчас посмотрим здесь электроинструмент тут всякие пивы паяльники горелки что тут только нету масло даже есть всякое прикиньте какого только надо а типа еще и запчасти есть глушители какие-то глушители 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 а вот наверно вот это не электрическая это бензопила это бензопила но она такая не рогая что это бензопила кстати ой она какая тяжелая мать моя женщина а вот внизу что внизу тоже бензопила но ну-ка надо еще мы еще не все посмотрели сейчас здесь посмотрим так это у нас что дрели шуруповерты обрезные машинки и надо там еще посмотреть сварочники 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 ну наверно сейчас я посмотрю вот аккумулятор сколько самый дешевый стоит почему бывает просто здесь нет ну катод у меня дед помню свежители куча катодовских самый дешевый 4300 не ну я наш код бушный поставлю нафига вон тут клемма кстати есть клемма все такое вот тут оплетки вон даже здесь оплетки всякие штуки дрелики так у нас еще компрессор да да я так понимаю получается что я думал что это все электро 220 вольт а тут половина запчастей надо бы какое-то зеркало тоже мне на этот на ситрик присобачить фонари всякие галогенки да я так понимаю что нету ничего ну ладно в другом месте посмотрим но это это электрическая или аккумуляторная это бензопила вот пила цепная ну ну только хаммер ну и все практически а вот еще какие-то ну тоже а это бензопила не ну это мы потом где-нибудь еще посмотрим это просто минимум проезжали тут только хаммер в основном ну хаммер тоже неплохо а это сколько это бензопила это бензопила нам зачем бензопила она маленькая такая ну слушай как вариант хутор 7300 ну опять возвращаться к тому к чему пришли на один раз бензопилу а электричка тоже тут как они есть аккумуляторные есть электрические вот еще что поэтому надо проконсультироваться где-то вот прям короче посмотреть тут у нас есть и все